Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге «Бытия». Сегодня мы с вами читаем 48 главу. «После того Иосифу сказали, вот отец твой болен. И он взял с собой двух сынов своих, Моносею и Ефрема, и пошел к Иакову. Иакова известили и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы своей сего на постели. И сказал Иаков Иосифу, Бог всемогущий явился мне в Улазе, в земле Ханаанской, и богословил меня, и сказал мне, вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомство твоему после тебя в вечное вводение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет. Мои они, Ефрем и Моносея, как Рувим и Симеон, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев твоих будут именоваться в их уделе. Иосиф получает известие о том, что умирает его отец Израиль, и вот он из последних сил садится на постели Израиль, и говорит о Божьем обетовании. Я расположу тебя и размножу тебя и произведу от тебя множество народов, дам землю сию потомство твоему после тебя в вечное вводение. Вот это обетование множества народов, это обетование, которое относится уже к Новому Завету, потому что мы видим, что в Ветхом Завете существует народ Божий, Израиль. Это, конечно, довольно многочисленный народ, но это один народ. Множество народов — это люди из самых разных народов земли, которые приходят потом уверуют во Христа, которые составят церковь. «Два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Моносея, как Рувим и Симеон, будут мои». То есть это потомки Израиля, потомки Якова, по-другому его имени. Они будут так именоваться, будут носить такое имя. И он упоминает о смерти Рахиля. «И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал, кто это?» И сказал Иосиф отцу своему, «Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь». Иаков сказал, «Подведи их ко мне, я богословлю их». Глаза же Израилевы притупились от старости, он не мог видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиле Иосифу, «Не надеялся я видеть лицо твое, но вот Бог показал мне и детей твоих». А отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И мы видим эту даже не надежду. Мы видим, как человек был в отчаянии, не надеялся увидеть твое лицо. Он полагал, что его сын Иосиф умер. Он полагал, что все уже, что его можно только оплакивать, как мертвого. Он говорит, «Бог мне показал детей твоих». Все произошло гораздо лучше, чем ожидалось. Отвел их Иосиф от колен, его поклонился ему лицом своим до земли. И мы видим, как Иосиф себя ведет, потому что мы помним, что Иосиф — это второй человек в Египте. Человек, который сделал абсолютно блестящую карьеру. Это человек, который пробился из рабов в ближайшие из подвижники фараона, потому что Бог его богословил и потому что он проявлял упорство. Он вел себя честно со всеми. Он показывал себя честным, надежным, терпеливым человеком. Благодаря этому он пробился. Иосиф — это пример человека, который вел себя последовательно. Он всегда был честен, он всегда уповал на Бога. И это могло не приносить немедленных результатов, но это принесло свои плоды за годы, за десятилетия. И Иосиф — очень знатный, богатый человек теперь. И так бывает, что когда человек выбился в люди, он начинает смотреть, несколько стесняясь на свою родню незнатную. Как человек, который приехал в город, там пробился, и там вращается в высшем свете, ему неловко, когда приезжает его родня из деревни. Они напоминают ему о том, что на самом деле он человек самого простого происхождения. И Иосиф, конечно, стоял перед соблазном сказать, ну, я теперь египтянин. Я теперь не просто египтянин, я теперь очень высокопоставленный египтянин. Я теперь больше не еврей. Кто мне эти евреи? Это просто какие-то бедные кочевники, ну, их совсем. Но нет. Мы видим, что Иосиф, он почтительнейшим образом поклоняется своему отцу. Это часть его личности, это часть того, кто он такой. И это часть его успеха. Потому что он помнит о своих моральных обязательствах. Он помнит, почитая отца и мать. Он помнит о том, кто его произвел на свет. И он с глубочайшим почтением и богоговением относится к своему отцу. И поэтому он является наследником его богословения. И взял Иосиф обоих сыновей своих, евреема, в правую руку свою против левой Израиля, а Моносию в левую против правой Израиля и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Моносии. С намерением положил он так руки свои, хотя Моносия был первенец. И богословил Иосифа и сказал, Бог, перед которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да богословит отраков сих, да будет на них наречено имя мое, имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество среди земли. И мы видим, как Израиль, он же Иаков, умирая, передает это Божье богословение. Богословение, оно не срабатывает как бы автоматически, оно срабатывает через вот это богословение. Оно передается от поколения в поколение, потому что поддерживается связь между поколениями, потому что Иосиф почтительно склоняется перед своим отцом и просит, и ищет его богословение. «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Моносеи. И сказал Иосиф отцу своему, «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал, «Знаю, сын мой, знаю, от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». В конечном итоге Божие богословение действует через Ефрема. Почему? В конечном итоге, потому что Ефрем оказывается одним из предков Спасителя. И богословил в тот день, говоря, «Тобою будет богословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрема и Моносеи». И подставил Ефрема выше Моносеи. И сказал Израиль Иосифу, «Вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно перед братьями твоими один участок, который я взял из рук Амареев, мечом моим и луком моим». Израиль умирает, и он говорит, «Вот я умираю». И последнее, что он говорит, «Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших». Они постоянно держат в памяти эту землю отцов ваших. Казалось бы, ну, в Египте отлично, в Египте все очень хорошо. Отличное отношение с фараоном, прекрасная земля, все есть, что нужно. Почему бы не остаться там, где хорошо? Но Израиль предсказывает, «Бог будет с вами возвратить вас в землю отцов ваших». Важно возвратиться в эту землю. Важно следовать Божьему обетованию. И важно помнить, что Египет, даже если в Египте на этом этапе жизни, хорошо, там отлично устроились в Египте, это все равно не дом, это все равно не та земля, которую Бог обещал. Это не та земля, где народ будет жить вечно. И это образ, который многими толкователями рассматривается как образ Царства Божия, что мы здесь живем на земле, как бы в неком Египте. И даже когда нам хорошо, даже когда нам благополучно в этом Египте, по-всякому бывает, но даже когда нам благополучно, мы должны помнить, что Бог имеет цель привести нас в землю обетованную, то есть в небесный Иерусалим, в Царство Божие. И Бог приведет нас туда, если мы Ему принадлежим. Мы с вами прочитали 48-ю главу книги Бытия. Мы читаем Священное Писание в рамках библейского портала Экзегет.ру. Субтитры создавал DimaTorzok